Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Божьей милостью возлюбленного Христа, дорогие братья и сестры, мы вступаем в период Рождественского поста. Само слово «пост» многих страшит. Оно действительно есть лечебным препаратом, который исцеляет душу и вместе с тем исцеляет тело. Для души это время лечения, это время подготовления себя к тому или иному событию, которое исцеляет нашу душу. Мы с вами читаем в Священном Писании, слышим из-за самого Христа Спасителя, урод сей лукавый, изгоняется только постом и молитвой. То есть все эти неприятности нашей с вами земной жизни, которые сам человек себе устраивает с помощью врага рода человеческого дьявола, оно лечится только постом, только воздержанием душевных и телесных чувств, воздержанием пищи и питья, воздержанием о свободном времени, воздержанием от языка. Вот зрение, глаз, слушание всего рода неподобства, это самым человека как бы систематизирует и приучает человека делами добрых дел. Человек, который как бы немножко очистившись, становится легче, и тогда к нему приходит другое качество поста, потому что тогда приходит время молитв и покаяния. Человек, который загрузил свою трубу, загрузил свое человеческое естество, и перегрузивши, как корабль, всякими неподобствами, он тонет. А когда выброс из корабля чистив, помыл палубы, тогда корабль плывет легко, так и человеческая душа. Когда мы покаяния, молитвы, воздержанием очищаем свою душу, тогда намного легче идти человеку по жизненному пути. Господь посылает нам в году несколько периодов такого лечебного характера. Мы с вами вступаем в новую эру, эпоху цивилизации для души и тела, потому что Рождественский пост, это есть пост великого перетворения в жизни человека. Так Господь возлюбил мир, что посылает в этот мир своего единородного Сына. Долгое время человечество не могло понять, как может Бог стать человеком. Мы до сегодняшнего дня не можем понять, как из небытия является в мир человек, как из земли, из праха совершилось наше тело, как Господь вдунул дух жизнью человека. Это невозможно и не под силу человеку, но все возможно Богу. Господь сотворил человека и наградил его своим образом, наградил своим подобием. И мы тем самым в Иисусе Христе, который приходит в эти дни в мир, становимся родными и близкими людьми. Он понимает наши немощи, понимает наши недостатки и становится еще ближе к нам, потому что Он пришел не ради праведников, а ради грешников. И Рождественский пост, как я уже сказал, Он совершает с нашего сердца ясли, который в свое время, Христос рождается в времени, когда-то родился Он в указанное число, в указанный день, в указанный год. Но для того, чтобы еще раз указать, что Он рождается для каждого человека, чтобы мы с вами могли понять эту любовь и это переменение в жизни человека. Родившись, Христос наградил нас Своей благодатью, миром, водит с нами по жизни. Поэтому Рождество Христово, как я уже сказал, оно дано нам для того, чтобы мы, земные, воздержанием душевных и телесных чувств поднялись над этим миром и удостоились через вселение в наше сердце Спасителя мира, зашли на небо. Пророк Исаия говорит, и другие пророки, что в тьме сидящем воссиял свет невечерний, то есть Христос, который просвещает и освещает человеческую жизнь. Христос сказал, я есть свет миру, я пути истина. И кто ходит в этом свете, он не спотыкается на жизненном пути. Это не по простой дороге мы идем, а по дороге духовности, духовного возрождения и по лествице, восхождающей до самых небес. Мы с вами в эти дни, дорогие братья и сестры, будем слышать ангельское пение. Мы видим, как Церковь приводит движение святых Правотец и Отец, которые явились родоначальниками Рождества Христова, указывая на то, что Он близок к нам. Когда мы с вами рассматриваем апостольские послания, когда мы читаем евангельские благовествования, мы видим родословную Христа Спасителя. И она восходит в одном месте до Адама, а в другом, в евангельском течении, от Адама до самого Христа. И если мы с вами будем смотреть и ниже по вертикали родословной, мы увидим, что эта вертикаль дойдет до вашего, до моего дня рождения. Значит, мы сродны Христу. Что такое истина, спросит когда-то Ирод у Христа. А истина – это евангельское учение. Истина – это Слово Божие. Истина – это мы с вами. И эта истина, если мы пребываем в этой истине, она усугубляется. Она дает еще более той реальности и реалии жизни, которую мы с вами переживаем. Пускай Рождественский пост, дорогие братья и сестры, будет постом радости, постом милосердия. Друг друга тяготы носите, так и исполните закон Христов. Рождественский пост не является таким строгим. В полиэлейные праздничные дни здесь разрешается рыба. Во все дни, кроме среды и пятка до 1 декабря, разрешается растительное масло. И мы с вами, самое главное, не бойтесь начать его, кто еще не начинал. Не бойтесь продолжать его, вы услышите сладость поста, который приводит ко Христу. И еще хочу напомнить, не единым хлебом человек сыт будет. Если кто-то думает, как многие говорят, я не имею здоровья. Почему? Потому что мы не постимся. Я не имею силы. Почему? Потому что мы не постимся. Помощь мне от Господа сотворю неба и землю. Поздравляю вас всех с великим радостным событием нашей с вами жизни. Пускай Господь даст еще пройти эти дни, чтобы мы светло и достойно встретили праздник Рождества Христова. И все те праздники, которые последуют после этого великого события. Пускай Господь хранит каждого человека на жизненном пути и сподобит нас быть наследниками Царства Небесного. Аминь. Продолжение следует...